Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Буан Бэби. Меня зовут Буэй Фьюри. И сегодня у нас с вами на обзоре коляска от компании Аратим, Аратим Коколайн. Причем обратите внимание, что было несколько версий этой коляски. У нас последняя, текущая на 20-й год. На самом деле классические коляски для больших городов все менее и менее актуальны. Допустим, в Москве их практически не встретите. Но по мере отдаления от МКАД спрос на эти коляски резко возрастает. Но и зарплаты по удалению от Москвы резко падают. И вот где-то на пересечении этих двух кривых и находится эта коляска. На самом деле, по нашему мнению, мы считаем, что она очень удачна. Она, во-первых, красивая, качественная и функциональная. В больших городах уже научились чистить снег, а также научились класть асфальт. В маленьких городах, я думаю, пока еще постигают, как это сделать дорогу в час пик или постелить асфальт, когда идет дождь. Тем не менее, если вы живете в одном из малых городов или если у вас не очень хорошо с дорогами, а с приближением зимы это даже станет еще и более актуально, потому что снег не всегда и не везде убирает. Поэтому обязательно рассмотрите для себя этот вариант. Мы прекрасно понимаем, что при выборе коляски красота самой коляски и ее дизайн для мамы не на последнем месте. Я считаю, что в данном случае дизайнеры Aratim не просто так едят свой хлеб. Коляска получилась красивая. Уверяю вас, что когда она на классической раме, сделать красотку из такой коляски действительно очень сложно. Но это не просто мои голословные утверждения. В своем инстаграм-аккаунте мы сделали голосование, где попросили оценить этой коляске своих подписчиков. И вы дали высокие 8 баллов за красоту этой коляски. Также я вам хотел напомнить про наш рейтинг. Напомню, каждую коляску, которая попадает к нам на обзор, мы тестируем по 15 характеристикам и оцениваем, даем балл от 1 до 10. А потом все это вместе собираем в одну единую табличку, где вам будет очень удобно выбрать идеальную коляску для себя по тем параметрам, которые важны именно для вас. Ссылочку на этот рейтинг мы оставим внизу в описании. Переходите и выбирайте идеальную коляску. Причем эта коляска бывает не только в тканевом исполнении, как у нас на обзоре, но еще и в АК-коже. Сама ткань здесь, кстати, имеет еще и пропитку от промокания и защиту от ультрафиолета. Как я вам уже сказал до этого, эта коляска действительно хорошо подходит для зимы. Однако, если вы смотрите этот ролик весной или летом и вам скоро рожать, то прошу вас не уходите от экрана, потому что мы сейчас вместе с вами разберемся и увидим, что она идеальна и для лета. Итак, капюшон у нас имеет дополнительную вот тут секцию козырек, который в случае необходимости можно будет убрать. Сверху у нас ручка, она сделана из достаточно приятной на ощупь АК-кожи. А задней части под вот этим клапаном у нас спряталась секция для проветривания. Причем, посмотрите, какая она широкая, но можно предположить, допустим, что в зимний период мало того, что эта секция не нужна, так и в нее еще могут поддувать. Но, смотрите, здесь достаточно широкий отворот и он хорошо защитит эту люлечку от поддувания. А на самом бортике у нас достаточно большой отворот. Причем, посмотрите, в нижней части у нас крепится на магните и этот же магнит используется для того, чтобы зафиксироваться в верхней части, потому что здесь есть специальная планочка также с ответным магнитом. Единственное, обратите внимание, что окошка здесь нет, поэтому, если необходимо присмотреть за малышом, надо будет как-то вот так вот приотпускать. Но, что хорошо, сам клапан очень широкий и хорошо защитит не только в непогоду, но и от ветра. А еще от ветра вашего малыша защитят вот эти вот ушки. Кстати, в этих же ушках находятся еще и фиксаторы накидки на люльку. Смотрите, здесь используются магнитные кнопки. Почему они лучше? Потому что, когда обычная кнопка, вам, во-первых, нужно найти маму и папу, и второе – это нажать. И чаще всего это неудобно сделать одной рукой. А здесь вам достаточно просто найти это место, и магнитик сам найдет, куда нужно закрепиться. Очень удобно. Для того, чтобы опустить и поднять капюшон, здесь нужно нажать две кнопки. Единственное, кнопки у нас функции памяти. Смотрите, я нажал с одной стороны, находятся они с внешней стороны, и нажал с другой стороны. После этого просто беру и опускаю. Единственное, обратите внимание, что промежуточных положений здесь нет, однако поднимается он и опускается абсолютно бесшумно. Внутри люлька у нас сделана из белоснежного хлопка. Единственное, как я уже говорил, эта коляска достаточно бюджетная, и на чем-то этому производителю нужно экономить. И вот в этой части вы это кое-где увидите. Допустим, посмотрите, сам матрасик, как я говорил, он сделан целиком из хлопка, однако с этой стороны здесь уже более дешевый материал, и сам чехол у матрасика не снимается. Внутри он сделан из халкона. Ну что, хорошо, внутренний чехол самой обивки, он у нас съемный. Соответственно, в случае необходимости вы его можете снять и постирать. Само дно у люльки у нас сделано из пластика, но форму она держит за счет вот этих распорок, что я считаю очень удобным, потому что когда вам люлечка уже не нужна будет, вы ее сможете спокойненько сложить блинчиком, и она не займет много места где-то в шкафу. А еще у этой люльки есть две функции. Первое. Это вы сможете регулировать подголовник. Делается это очень удобно. Здесь с тыльной стороны коляски вы просто выдвигаете ручку и крутите ее. Я считаю этот механизм удобнее, чем, допустим, когда это бывает в дне, когда вам нужно неестественно изогнуть руку, нажать кнопку и еще крутить. А еще в этой же части здесь есть две заслоночки, которые вы двигая открываете или закрываете дно у люльки. Это сделано для того, чтобы если на улице и в люльке есть разница температур, не собирался конденсат, а также для дополнительной вентиляции внутри люлечки. Кроме того, здесь одна из самых больших люлек в своем классе. Ее длина составляет 78 сантиметров, а ширина 34. Это достаточно хорошо. А вес этой коляски, представляете, классическая коляска весит чуть более 15 килограммов. Это тоже не очень много. А еще у этой коляски все хорошо с комплектацией. В комплекте будет вот такая сумка, которую можно будет повесить на саму раму. Кстати, посмотрите, сами карабины металлические, что говорит о их долговечности. В случае необходимости здесь есть лямочка. Вы всегда сможете повесить и освободить руки. Кроме того, в комплекте будет дождевик, подстаканник, москитная сетка. Кстати, москитная сетка и дождевик здесь универсальны. Они подойдут и для люльки, и для прогулочного блока. А еще у этой коляски очень удобно снимается люлька. Причем это оценят мамы невысокого роста. Смотрите, я нажал на кнопочку с одной стороны, спокойно обхожу. Можете не переживать, под своим весом люлечка не провалится и не зафиксируется. Нажал кнопочку с другой стороны и просто поднимаю люльку. Кстати, смотрите, здесь дно сделано вот так вот, по дуге. Соответственно, если я поставлю на пол, она будет качаться. А когда вам эта функция не нужна, здесь есть четыре ножки. Я их достану, и тогда она будет стоять на полу плотно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, конечно, мы хотим рассказать вам о своих ощущениях, как эта коляска в управлении. Не секрет, что ее стихия – это плохие дороги. Управляя этой коляской, можно даже особо не смотреть под ноги. Видите, я спокойно преодолеваю. Мы покатали и по гальке, и по траве, и по песку, и по брусчатке. Действительно, эта коляска едет очень плавно. Кроме того, мало того, что здесь сама амортизация мягкая, здесь еще и надувные колеса. Но это еще не все. Так как коляска продается не первый год, уже накопилось достаточно большое количество отзывов. И здесь очень крепкая рама. Несмотря на то, что она эксплуатируется даже в самых жестких условиях, она все это выдерживает. Поэтому, если вы рассматриваете для себя коляску подобного плана и располагаете бюджетом около 26 тысяч рублей, то можете смело ее рассматривать для себя. Далее давайте расскажу вам про рамки. Именно вот так выглядит классическая X-образная рама. Как видите, ее отличают вот эти две направляющие. И вот поэтому ее и называют X. Что ее отличает? Первое, это, конечно же, мягкость амортизации и большие колеса. В принципе, это как раз все, что объединяет классическую компоновку рамы. Но рассказывать я про нее буду традиционно сверху вниз. Итак, первое, чего касается мамы, это ручка. Ручка у нас сделана из эко-кожи, причем она мягенькая. И именно в этой версии, уже в последней, сама отделка эко-кожи стала помягче. Конечно же, она регулируется по высоте. Для этого здесь с внутренней стороны есть две кнопочки. Диапазон регулировки достаточно широкий. И как раз за мягкость амортизации отвечают именно вот эти части. Вот здесь под пластиковыми накладками у нас спрятаны пружинки. Причем бывают коляски, которые достаточно бюджетные, даже дешевле, чем эта. И порой люди удивляются, как удалось добиться такой низкой цены. А именно в таких колясках, обратите внимание, скорее всего, вот этих пружинок не будет. И, соответственно, вот этот механизм будет менее долговечный. В этом плане производители ARATIV молодцы. Здесь они экономить не стали. Благодаря именно такому механизму амортизации коляска действительно очень мягенькая. Во-первых, вы это заметите, когда едете по бездорожью. А во-вторых, если вы захотите укачать ребенка, даже когда вы просто стоите на месте, вы можете это сделать за ручку. Кроме того, вы даже можете качать из стороны в сторону и тоже укачивать вашего малыша. Но это еще не все. Такой тип амортизации за ним действительно легко ухаживать. Вот эти пружинки требуют всего лишь смазки время от времени. Причем они легко доступны. Достаточно иметь под рукой какую-то смазку на силиконовой основе. Достаточно просто его попшикать, скрип уйдет и опять сможете пользоваться коляской. Кроме того, у этой коляски еще и надувные колеса. В случае необходимости их, конечно же, можно будет снять. Здесь есть специальная кнопочка. Нажимаете и снимаете. И посмотрите, здесь даже подшипник есть. Соответственно, это говорит о том, что эта коляска будет еще хорошо и долго ехать. Кроме того, на этой модели сами диски металлические. Спицы здесь тоже металлические. И резина, покрышка здесь тоже качественная. Тормоза у нас находятся на задней оси. Вот, с правой и с левой стороны. Почему я считаю, что такая комбинация лучше? У более дешевых аналогов здесь, знаете, такая планочка. И когда вы будете управлять такой коляской, вы будете об эту планку спотыкаться. А здесь-то, как это реализовано, намного удобнее. Причем, что еще удобно, достаточно нажать с одной стороны. Причем сами выбирайте, с левой или с правой стороны. Заблокируются оба задних колеса. Как вы уже видите, все четыре колеса у этой рамы большие. Соответственно, передние колеса здесь неповоротные. И с управляемостью здесь не очень хорошо. Чтобы вам изменить направление, нужно нажать на ручку и повернуть вот таким вот образом на задних колесах. Конечно, это неудобно, если вам нужно где-то маневрировать. Однако, если вы едете по бездорожью, то я считаю, что это наоборот большой плюс. Далее, давайте я вам расскажу, как складывается эта рама. Для этого здесь вот прям по бокам есть два кронштейна, которые я поднимаю вверх. Но это еще не все. С правой стороны здесь есть пластиковая скоба. Она сделана специально, чтобы рама самопроизвольно не сложилась. Допустим, вы каким-то образом там что-то потянули случайно. Или даже когда ребенок находится в прогулочном блоке, и он установлен против хода движения. Итак, я просто перекидываю ручку. Для большей компактности я, конечно же, могу ее подогнуть. И как вы видите, оба колеса находятся на одной оси, на одной и на второй. Почему эта коляска еще и проходимая? Потому что, допустим, когда вы едете по снегу, передние колеса делают колею, а задние уже поедут по ней. Ну и как видите, здесь достаточно объемная корзина. Кроме того, она еще металлическая. Соответственно, вы можете нагружать на нее что-то объемное и тяжелое. Если хотите положить что-то мелкое, то предварительно положите это в пакет или в сумку. А именно вот так будет выглядеть прогулочный блок вместе с накидкой на ножки. Точно так же, как и накидка на люльке, накидка на ножки по бокам у нас крепится также на магнитные кнопки. Согласитесь, это очень удобно. И в нижней части, чтобы ножки вашему малышу не поддувало, здесь есть специальное углубление. У капюшона также имеется небольшой козыречек, который в случае необходимости можно будет подогнуть внутрь или достать его наружу. А если глубины капюшона для вас недостаточно, то здесь есть еще одна секция, которую я отстегиваю, она на молнии, и опускаю. Кстати, обратите внимание, что ни на какие кнопки мне нажимать не надо. Делается это просто усилием. Однако, небольшой треск все-таки есть. Кроме того, даже если я опущу спинку, то на глубину капюшона это тоже никак не повлияет. Для того, чтобы спустить спинку, я металлический кронштейн поднимаю вверх и опускаю ее. Для того, чтобы поднять спинку, просто толкаю ее вверх. А еще обратите внимание, как в задней части прогулочного блока все аккуратно сделано. И это еще не все. Здесь даже, чтобы вашему малышу ничего не поддувало, задняя часть, она пристегнута на молнии. Внутренние размеры прогулочного блока составляют длина 90, а ширина 32 см. И здесь есть одна особенность. Смотрите, именно когда прогулочный блок находится в горизонтальном положении, вот эта часть верхняя спинки, она подгибается. Высота вот этого подгиба примерно 15 см. Этого подгиба бояться не стоит, потому что когда ребенок подрастет, скажем, в 2-3 года, то на прогулке он уже практически и не спит. А пока малыш маленький, пока он спит на прогулке, то он головкой до сюда просто не достанет. Как видите, когда спинка находится в вертикальном положении, то здесь никаких загибов нет, сама спинка она ровненькая. За безопасность вашего ребенка будут отвечать пятиточечные ремешочки с плечевыми накладками. Кроме того, есть межпаховая перемычка. Она, кстати, сделана тоже с магнитной кнопкой. И бампер из эко-кожи. В случае необходимости для посадки-высадки малыша, бампер, конечно же, можно будет отстегнуть с одной стороны. Причем здесь есть еще один шарнир, чтобы можно было опустить его вниз. Или можно снять его целиком. Подножка целиком сделана из эко-кожи, соответственно, за ней будет легко ухаживать. В случае необходимости нажимаем на две кнопочки по бокам, и она регулируется по высоте. Ну и, конечно, прогулочный блок можно устанавливать не только по движению, но и против хода движения. Точно так же, как на люльке, нажимаем на две серые кнопки по бокам. С одной стороны, с другой стороны. Берем за удобные ручки и переставляем в обратную сторону. Кстати, вес прогулочной коляски с прогулочным блоком составляет чуть более 15 килограммов. Продолжение следует... Ну что, дорогие друзья, у нас с вами на обзоре была коляска от компании Аратим, Аратим Коколайн. Давайте подытожим. Перед нами представитель классической коляски на классической раме на больших надувных колесах. Для кого подойдет эта коляска? В первую очередь для тех, у кого не очень хорошо с дорогами, или, допустим, если вы живете в зимнем регионе и впереди зима. Если вы живете все-таки в большом городе, то я считаю, что у нас более-менее уже научились чистить дороги, и, может быть, покупка этой коляски не очень обоснована. В первую очередь потому, что здесь передние колеса неповоротные, и она не очень маневренная. Однако, если у вас реальное бездорожье, то здесь очень мягкая амортизация, надувные колеса. Кроме того, я считаю, что при бюджете этой коляски 26 тысяч, она действительно очень хорошего качества. Вы не найдете здесь кривых швов, вы не найдете здесь откровенной экономии от производителя. Конечно же, учитывая цену, производителю пришлось на чем-то сэкономить, но на глобальных, основных узлах этой коляски он этого не сделал. Если мы вспомним характеристики этой коляски, то здесь будет достаточно просторная люлька, продуманный прогулочный блок, надежная рама и вместительная корзина для покупок. Однако, понятное дело, если вы живете в пятиэтажке, то боюсь, что эта коляска не для вас, потому что весит она около 15 килограммов. Но если вы живете в доме, где у вас узкий лифт, то эта коляска вполне в него проедет, потому что ширина этой базы 61 сантиметр. Таким образом, я считаю, что для большинства людей эта коляска все-таки подойдет. Тем более, бюджет вполне разумный. А если вы эту коляску сравниваете с какими-то другими, то мы рекомендуем обратить внимание на наш рейтинг, где мы каждую коляску, которую берем на обзор, оцениваем по 10-ти бальной системе по 15 характеристикам. И все это собрали в одну табличку. Таким образом, в одном месте вы сможете выбрать идеальную коляску для себя, просто определив характеристики, которые важны именно для вас. Ссылочку на наш рейтинг мы оставим внизу в описании. Надеемся, этот обзор вам понравился, поэтому обязательно наградите нас лайком, подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик, так вы не пропустите наши следующие видео. А на этом давайте прощаться. Вам желаем легких родов, здоровых малышей и до встречи в магазине Buan Baby.